Продолжение следует... ...чтобы товары, которые производят здесь, на территории района, или услуги, которые дают сами бизнесмены или предприниматели, о них узнали и сами предприниматели, и пользовались этим. Это такой круговорот денег в районе. Среди участников – люди из самых различных отраслей бизнеса. За одним столом оказались производственники, застройщики, представители банковской сферы. Выступая с приветственным словом, глава муниципалитета отметил, что сейчас на территории района почти 9 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и власть всегда открыта бизнесу, причем независимо от того, это небольшой магазин или крупная компания. В первую очередь помогаем своим местным предпринимателям, то есть усиленно. Помогаем, сопровождаем, чтобы там не было никаких бюрократических препонов. Мы показываем всем тем, кто приходит к нам, что у нас есть упорядоченный орган, чтобы у нас есть определенные правила. Мы говорим о том, что мы в первую очередь заботимся о нашей территории. Далее пришло время живого общения, когда гости могли обменяться мнениями или обратиться с вопросами к руководству района. На встречу поднимались темы, касающиеся ввода в эксплуатацию новых построек, льгот для малого и среднего бизнеса. Всех интересовало, изменится ли ставки земельного налога в случае преобразования Ленинского района в городской округ. Формат никаким образом не изменится. То есть это вот федеральное законодательство, есть кадастровая стоимость, есть решение Совета депутатов. Собственно говоря, на основании этого налоговая инспекция будет осуществлять соответствующие расчеты. Был затронут и вопрос транспортной доступности. Компания «Спасские партнеры», занимающаяся пищевым производством, уже 8 лет базируется на территории села Беседы. Сейчас, когда идет реконструкция Марьинской развязки на МКАДе и нет прямого сообщения с Москвой, для многих сотрудников стало большой проблемой добраться на работу. Многие сотрудники нашей компании, кто-то по часу пешком ходит, кто-то добирается на такси, несет расходы. Есть какие-то варианты решения? Сейчас Сергей Анатольевич Гаврилов готовит мне предложение, чтобы у нас было сообщение пассажиропотока до развивки. Первый бизнес-завтрак в развилковском поселении оказался очень плодотворным и в планах организаторов сделать такие встречи регулярными.